Может быть, перевод? Хочу просто быстро рассказать, и я верю, что это такое слово. Я вижу очень много мам, родителей, и мы отправляли первый раз своих детей в лагерь, Злате вот 8 с половиной, и первый раз она поехала на неделю одна и взяла с собой подружку, которой вначале было достаточно сложно, потому что Соня подружкой не хотела оставаться, плакала, переживала, а в конце так получилось, что Злата стала плакать, переживать, и я расскажу, почему. Но дело все в том, что я в начале этой недели получила такое интересное слово, слово простое. Позже Иисус нашел его в храме и сказал, «Ну вот ты и здоров», это когда Иисус исцелил больного, «не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще худшего». Я так себе записала, что да, как важно после болезни делать выводы и отказываться от греха, думаю, так, кому это слово? Ну, наверное, мне предстоит заболеть, думаю, ну, наверное, может быть, не мне, думаю, ну, ладно, какой-то мир на сердце, главное сделать правильно выводы, правильно? Господь нас исцелит, он наш доктор. Ну, вот мы так долго молились за Златину подругу, за Соню, и на третий день нам говорят о том, что у Златы попало что-то в глаза, типа пыли, и воспалились глаза. Ну, сказали, что если будет хуже, повезут к доктору, все такое. У меня, конечно, так все выпрыгивает, я расстраиваюсь, переживаю, и прям долго молюсь, и где-то через полтора дня мне приходит мир в сердце, я успокаиваюсь, думаю, ну, если надо будет, отвезут к доктору, то есть надо успокоиться. Вот, ну, чтобы вы просто понимали, у нее были глаза, когда мы ее увидели, они были не настолько красные, что прям кровоподтеки вокруг, то есть там, ну, реально, там запущенная такая форма, и опухшее все было, и когда она просыпалась каждый раз утром, она не могла открыть сама глаза, ее вот так вели к ванне, чтобы она все промывала, потому что вот так вот все было затекшее. Вот, но Господь мне давал мир, и я думала, вот почему Бог, ну, нас не сорвал, приехать, начать лечить, забрать ребенка. Вот я вот отпустила эту ситуацию, слава Богу за это. И вы знаете, ну, Бог много, он же, мы же говорим всегда, я говорю так, Господь, в чем благо, в чем благо, ты сказал, что верующим все во благо, я хочу знать благо, да, вот, и хочу показать, как Господь славу свою явил. Опять же, у меня есть такое слово, такое описание, яви свою славу, что-то не так происходит, не так, как мы хотим, не так, как нам нравится. Я вижу свою славу, я вижу, я верю, что слава должна быть. И вот мы ее забираем, естественно, во время того, как у нее там эти глаза болели, она законтачилась сильно-сильно с директором, та ей глазки промывала, она там с ней, любовь-морковь у них развилась, отношения все ее там любили. Она даже умудрилась спать в одной кровати со своими воспитателями, представляете, как много любви Бог явил. И суть в том, что мы сразу поехали и думаем, сейчас куплю капли, будем капать, надо уже лечить конкретно, уже какие-то примочки не помогут. Но вы знаете, как капли стоят 5 лево, а чтобы купить их, надо рецепт, а чтобы пойти к врачу, нужно заплатить 50 лево за прием. И я такая думаю, Господи, надо направление, Саша звонит, давайте нам направление, а программа не работает, направление не могут. И я стою к этой кассе, я говорю, ну это вообще нормально. Я стою у врача, говорю, ну примите, у нее же срочно видно, все видят, что у нее красные глаза, та-та-та, надо направление, бла-бла-бла. И в итоге мне муж говорит, иди в машину, иди в машину. Я иду в машину, смиряюсь, он говорит, сейчас я пойду. Он идет и как-то чудом договаривается, что ему дают капли без всяких рецептов. Я говорю, Господь, спасибо тебе. Да, я благодарю наших пастырей, мы им тоже, вот я поняла, что как важно нам и людям просто даже выслушать нашу проблему. Поэтому я очень благодарна, что они посочувствовали. Геннадий оказался в бургасе, направление не может, но этого уже было достаточно, чтобы реально воспрять молитвы. И когда мы уже приехали, стали лечить, я оценила, насколько мы, матери, много значим для своих детей. Я просто на нее смотрю, и мне Дух Святой говорит, промой глаза вот этим средством. Косметическое средство, которым я макияж смываю, мне говорят, вот этим промой, чтобы у нее все вымылось. То сделай. Я говорю, Господи, как много мы, матери, значим для детей, а мы себя часто обесцениваем, что мы недостаточны. Вот просто мать находится с ребенком, Бог действует через силу материнства. Я вас всех ободряю, я такую любовь Божию испытала. Господи, говорю, насколько вот достаточно, вот нас достаточно вот для этого ребенка, вот такой, как я, будь грешной, будь несовершенной, это достаточно. Я говорю, слава тебе, Господи. Ну, а потом я у Златы спрашиваю, Злата, чему ты научилась? Она говорит, я, мыть руки. Мы сколько лет ей говорили, Злата, мой руки, то живот болит, то язык болит от грязных рук. А? Ну вот, еще больше будем мыть руки. То есть, и я поняла, для кого это слово, вы представляете. Я говорю, Господь, спасибо тебе, что даже через такие ситуации ты учишь наших детей. И, да, еще хочу сказать, что если у кого-то, ну, убодрить вас, да, если у кого-то есть какие-то бюрократические вопросы, что вам не дают какую-то справку или бумажку, знайте, что Господь выше всех бюрократий. Я приглашаю детей помолиться за них, и Злата что-то хочет нам рассказать. Хочу Надю. Хочу Надю. Ну, давай, расскажи про Надю. Короче, Злата выучила болгарском стих золотой, и расскажешь его? Ну, пастору, вот пока пастору расскажи, остальные не будут слушать. Короче, она рассказала, выучила стихи на болгарском языке. Да, дорогой Господь, мы очень сильно, Господь, благодарим и славим Твоё имя, что Ты вложил в нас всю силу родительства, достаточную для наших детей, для каждого в отдельности и в совокупе, Господи. И мы благодарим Тебя за эту чувственность, за это понимание наших детей, где бы они ни были, чем бы они, Господь, ни занимались. Наших слов ободрения, нашей любви достаточно, чтобы эти дети были всегда по Твоим Божьим покровам. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты их хранишь, где бы они ни были. Спасибо Тебе, что они исцелены ранами Твоими. Спасибо Тебе, что они успешны во всех делах, что они всё везде успеют, что Ты развиваешь их таланты и способности, что Ты хранишь их на каждых пустях. И мы благодарим Тебя уже сегодня за то, что они переживают свою встречу с Иисусом Христом, за то, что они открыты для Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь для них свои врата в небеса. Спасибо Тебе, Господь. Пусть это занятие, оно принесет нам только благословение. Мы благословляем всех наших детей, провозглашаем над ними Божий покров, Божью защиту, исцеление и Твою совершенный мир и радость. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. В продолжении того, что говорит Оля, я хочу обратиться к родителям. Мы с понедельника начинаем курс «Христианское воспитание детей». Будем по понедельникам в 9.30 начинать уже, то есть прошу приходить пораньше. Каждый понедельник, где-то до середины сентября этот курс будет. Приходить желательно мужу и женой, потому что будет много практических моментов в ходе. Вот знаете, я хочу сказать, что пример привести. Помните, когда Авраам разделялся с Лотом? Помните, да? И Авраам говорит Лоту, выбирай землю. И Лот, он окинул, да, и он выбрал чисто по плоти, он выбрал лучшую землю. Но он выбрал землю, где был город Содом. И представляете, вся его семья через какое-то время, она погибла. И поэтому от нас, родителей, зависит и жизнь детей. Сейчас модно стало говорить в некоторых христианских кругах, что Бог, ну, Бог, мы можем, это не наша ответственность, Бог ведет наших детей и так далее. Да, но мы со своей, Бог ведет наших детей, но мы со своей стороны должны сделать все зависящее для того, чтобы наши дети оказались в нужном месте. Поэтому я вас еще раз вдохновляю. Пожалуйста, родители, в 9.30, завтра в понедельник, мы начинаем наш курс христианское воспитание детей. 9.30 утра, да. Только у кого есть дети, у кого нет, еще не принимаем. Слава Богу. Слава Богу.